Потрясающе красивая фантастика, комедийный триллер, детектив и технологическая мистерия в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 отличных новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. Украденная личность – южнокорейский научно-фантастический триллер, основанный на романе Акиры Тешигавары, и уже вторая его экранизация после фильма 2018 года. Сюжет начинается с того, что главная героиня Нами теряет свой смартфон, в котором содержится вся ее личная информация и данные. По мере развития событий она понимает, что кто-то использует ее личную информацию, чтобы уничтожить ее жизнь. Главная идея фильма заключается в том, что когда вы теряете контроль над своим телефоном, вы теряете контроль над тем, кто вы есть. Фильм включает в себя две истории. Одна – о преследователе-психопате, который хочет разрушить жизнь Нами, получив доступ к ее смартфону и данным. И вторая – о полицейском расследующем дело серийного убийцы, который, как он подозревает, может быть его сбежавшим сыном. Сюжетные повороты держат нас в напряжении на всей продолжительности фильма, сопровождаясь хорошими выступлениями актеров. Украденная личность – это увлекательный триллер с интересным сюжетом, который показывает, насколько наша повседневная жизнь тесно связана с мобильным телефоном и насколько осторожными нужно быть в использовании личной информации. Чон И – южнокорейский научно-фантастический фильм, действие которого происходит в будущем, когда изменение климата приводит к тому, что Земля становится менее пригодной для жизни. Человечество бежит в 80 орбитальных убежищ, но три из них объявляют о своей независимости и нападают на остальные и на Землю. Во время этой войны капитан Юнь Чон И становится легендой, но ранения, полученные в бою, приводят к ее коме. Спустя годы ее дочь становится ведущим исследователем в команде, использующей оцифрованное сознание матери для создания боевого искусственного интеллекта. Чон И – не просто боевик с огромным количеством роботов. Это драма об антиутопическом будущем, где технологии используются неэтично, чтобы служить целям больших корпораций и военных комплексов. Фильм отлично показывает, как будет выглядеть будущее, если развитие технологии уведет нас еще дальше от нашей человечности. Экшн-сцены проработаны хорошо и не слишком запутаны, как в большинстве азиатских сай-фай-фильмов, где трудно разобраться в происходящем. Чон И обладает высокой производственной ценностью, отличной кинематографией, которая является приятным бонусом. Визуальные эффекты на высшем уровне, но, что и говорить, именно ради них и стоит смотреть этот фильм. В то же время у боевика есть и жирнющие минусы, такие как постоянные, пошлые, раздражающие попытки в юмор и запутанный сценарий. Концептуально история приличная, но в ней слишком много стиля и очень мало сути. Не забывайте, упор был сделан именно на визуальную составляющую. В итоге Чон И, пожалуй, обязателен к просмотру для тех, кто любит жанр киберпанк и хочет увидеть глубину и эмоциональную связь в научно-фантастическом фильме. Десять маленьких любовниц. Фильм рассказывает историю о десяти женщинах, борющихся за право стать законной женой вдовевшего миллиардера. Однако, когда тот неожиданно умирает, все десять любовниц становятся и главными подозреваемыми. Фильм является первой филиппинской работой, произведенной по заказу Amazon Prime. И он не разочаровывает. Хотя он заимствует идеи из романов Агаты Кристи, исполнение сценарий хороши, отражают местную культуру и обсуждают темы расширения прав и возможностей женщин. Визуально фильм потрясающий, с красивыми костюмами и роскошными декорациями. Актерский состав разнообразен, игра варьируется от комедийной до драматической. И баланс между этими направлениями достаточно хорошо выдержан. В фильме есть элементы тайны и напряженности. Юмор – одна из ключевых особенностей фильма. Он неплохо сбалансирован и дает возможность зрителям от души посмеяться. Правда, не всегда. Темп слишком часто замедляется из-за большого количества персонажей. При этом фильм все же остается веселой комедией с детективными элементами. Аферисты Оказавшись на дне, люди всегда стремятся разбогатеть. А если рядом подвернется еще и общество, состоящее из миллиардеров, то любой авантюрист понимает, что единственный способ получить прибыль от своего положения среди элиты – это обокрасть всех вокруг. Аферисты – это комедийный триллер от режиссера Бенджамина Каррена, который показывает, как наивные и слабые самые богатые люди в обществе. Фильм также является первой полнометражной работой режиссера, лауреата премий Эмми, Бафта и Золотой Глобус, работавшего над эпизодами сериалов Андор, Шерлок, Корона и других. Хотя фильм имеет талантливый актерский состав и забавный сюжет с чередой предательства и поворотов, он не до конца справляется с жанром фильма-головоломки и прорисовывает персонажей не так глубоко, как хотелось бы. Да и реальной опасности, достаточной для успешного триллера, здесь не будет. Тем не менее, фильм-аферисты, хоть и не способен действительно потрясти, и все же является достойным развлечением для любителей триллеров и поклонников актерского состава. Фильм можно смотреть, не задумываясь, и просто наслаждаться чередой поворотов. Хороший выбор для тех, кто ищет легкое и забавное зрелище. На этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь, делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!